Всем привет, мои хорошие! С вами снова Марлена Эсс и добро пожаловать на мой канал! Вас уже 740 человек, боже мой! Ребят, просто огромнейшее вам спасибо! Мне кажется, у меня собирается просто самая добрая аудитория в мире. Ну, есть там, конечно, пару хейтеров, ну куда ж без них-то, они всегда есть. Но, в общем и целом, такие добрые, такие приятные люди. Вы у меня самые-самые лучшие, спасибо! Спасибо! Недавно в комментариях одной из своих подписчиц, а именно Юки Харрис, привет тебе большой, я обещала приготовить сырники, которые уже были на моём канале. Так что давайте вместе приготовим и потом будем кушать. Всё, поехали! Итак, мои хорошие, рецепт очень простой. Нам понадобится 400 грамм творога, но здесь упаковка от сметаны, там внутри творог домашний, 5-процентный. Желательно, чтобы был рассыпчатый. Сейчас будем взвешивать. Мука. В тот раз я использовала рисовую, сейчас она у меня закончилась. Так что будем использовать обычную пшеничную. Если вы хотите диетический вариант, то возьмите либо рисовую, либо кукурузную. В принципе, её тут немного нужно. Одно большое яйцо, мёд вместо сахара и ванилин. Всё, давайте начинать! Так, надеюсь, вам видно. Высыпаем творог, посмотрим, сколько его здесь заодно. 380 грамм. Но ничего страшного. Всё, весы нам больше не нужны. Дальше мы разбиваем сюда одно яйцо. У меня большое яйцо. Если у вас маленькие, возьмите тогда 2 штучки. Дальше добавляем 2 столовые ложки муки. Много не надо. Буквально 2 столовые ложки. Дальше у нас идёт пакетик ванилина. Большой, кстати. Дальше добавляем 2 столовые ложки мёда для сладости. Один. И два. Можно вместо мёда использовать сахар. Можно использовать сироп топинамбура. В общем, всё что угодно. И всё это перемешиваем. Всё, вот такая творожная масса у нас получается. Сейчас будем лепить их. Всё, ребят, теперь будем лепить. Для этого я рассыпаю немножко муки. Потом берём руками прям вот столько, наверное, творога. И формируем сырник ручками. Он липнет к рукам. Поэтому, чтобы был не липкий, мы его обваляем немножко в муке. И здесь же придадим ему форму такого сырничка округлого. Всё, и то же самое делаем с остальными. Всё, ребят, из такого количества творога у меня получилось 8 сырничков. Застелила пергаментом противень. И сейчас будем ставить в духовку на 180 градусов на 30 минут. Всё, ставим теперь это в духовку. Духовку я предварительно разогрела. Всё, поставили. И на 30 минут забываем про них. Ну и всё, пока наши сырнички, вон, видите, пока наши сырнички там готовятся, я тут приберусь и ещё отвечу на один вопросик, минутку. Ленушка, Еленушка, привет тебе большой. Спрашивала, какую помаду я использую. Я использую вот этот карандаш, знаменитый Vivienne Sabo в оттенке 101. Где он? Сейчас сфокусируется. Вот. В оттенке 101. И сверху я наношу вот этот блеск для губ от Kiko. В оттенке 03. Вот такой. Ещё я использую комбо вот из такого карандаша NYX. Оттенок тут даже не написан. GR30V. И вот такой блеск от Bobbi Brown. Очень красивый. В оттенке. Bronzed Heater 19. Будет фокусироваться, не будет. Что-то не хочет мою камеру сегодня фокусировать. Вот, ребят, что у нас получилось. Посмотрите, какие румяненькие. Как они поднялись. Боже, какая красота. Всё, давайте кушать. Уже не терпится. Ну что, мои хорошие, давайте будем начинать. И прежде чем начнём, я бы хотела передать привет Бахытгул Ашуовой. Бахытгул Ашуовой, если я правильно прочитала. Привет тебе большой. А также передаю привет всему Казахстану. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Мне очень-очень приятно. И давайте скажем приятного аппетита сейчас на казахском языке. Асболсен. Поправьте меня, если я неправильно произнесла. Ну, в общем, как смогла. Асболсен. Давайте начинать. В общем, почему мне нравятся сырники больше в духовке, чем в сковородке. Потому что они получаются сверху запечённой корочкой, а внутри мягенькие. И такие румяненькие. Ну, более аппетитно выглядят. Здесь у меня малиновая варенька. Здесь сметана. Пить я буду чёрный чай с чабрецом. Налила себе огромную кружку. Кто любит чай с чабрецом, признавайтесь. Я лично обожаю. Так, всё, давайте кушать. Вот такое получается. Макну в вареньку. Сверху я посыпала чуть-чуть сахарной пудрой. Боже. Ну, естественно, капнула везде, где только можно и нельзя. Ребятушки. Очень вкусно. Очень. Очень. Просто огонь. Сметанки чуть-чуть. Так, давайте следующий вопросик. Катя П. Здравствуй, ты очень красивая. Тебе идут кудряшки. Спасибо. И такой вопрос. Как ты относишься к Украине? И хотела бы ты побывать там? Катя, большой тебе привет. Как я отношусь к Украине? Очень тепло. Очень трепетно. Потому что у меня две подруги с Украины. И хотела бы я там побывать. Я там уже бывала и много раз. Я часто бывала в Киеве. Еще я была в Одессе. Во Львов так и не успела съездить. Но я думаю, все впереди. Мне там очень понравилось. Очень нравится украинский язык. Просто. Я тут, оказывается, сижу, болтаю сама с собой. А камера не записывает. Печалька. Что ж поделать. Так что. Я говорила о том, что к Украине я отношусь более чем хорошо. Очень люблю эту страну. Постоянно езжу. Мне там нравится. Ну что. Следующий вопросик. От Диля Лайф. Дилечка, огромный тебе привет. Ты столько вопросов задаешь. Прям большое тебе спасибо. В этот раз аж целых семь. Но я попробую на все ответить. Первый. Какого певца вы любите слушать? С тех пор, как я услышала песню. Байломос. Did the rhythm take it over? Байломос. Take it over. Vela vormigo. Ну в общем. Энрике Глесиас стал моим любимым певцом на долгие-долгие годы. И это не меняется. Очень люблю его как певца, как человека, как мужа. Как он любит своих поклонников, какой он простой, как он выкладывается на концертах. Многим нашим звездам следовало бы поучиться вот такой человеческой простоте искренной, что ли. Так что Энрикушка и все его песни я знаю наизусть. Следующий вопросик. Хотите приехать в Казахстан? Ну конечно хочу. Что за вопрос? Да, конечно хочу. Там столько красивых мест. Если хотите, в каком городе хотели бы побывать? Ну наверное в столице, в Нур-Султан, уже сейчас так переименовали, в Алматы. Еще бы я очень хотела побывать вместе. Там есть место, где обитают розовые фламинго. Но забыла, как оно называется. Ну и естественно попробовать национальный бешбармак, который готовят именно там, на месте. Следующий вопрос. Какое блюдо вы любите больше всего? Какое блюдо? Ну наверное шашлик, машлик, люляк, кебаб. Все, что готовится на мангале. Очень люблю. А еще у нас есть такое блюдо, называется джингя лавгадз. Но это как кутабы с зеленью, только мы чуть-чуть по-другому готовим. Они как пироги с зеленью. Тоже это очень люблю. Ну, по зелени я вообще с ума схожу. Такие цветы вы любите. Ну как и все девочки, наверное, люблю розы, люблю ромашки, орхидеи. Да вообще все цветы люблю. Люблю все, что красивое. Какой фильм вы любите смотреть? Ну вообще мой любимый фильм на все времена это Титаник. Я его пересмотрела раз в 200, наверное. А так в последнее время я подсела на фильмы, которые основаны на реальных событиях. Очень впечатлил фильм «Отель Мумбаи». Прям ревела. Следующий вопросик. Какие актеры вам нравятся? Я могу сказать, что у меня несколько любимых актеров. Мне очень нравится Леонардо Ди Каприо как актер. Очень нравится Роберт Паттинсон. Особенно его последняя работа «Маяк». И вообще я стараюсь смотреть все фильмы без перевода, чтобы слышать интонацию, чтобы слышать голос, актерскую группу, потому что с переводом не всегда все так точно передается. Диля, спасибо большое за вопросы. Спасибо, что ты меня смотришь. Следующий вопрос. Рипсиме Агабикян. Большое тебе спасибо, что ты меня смотришь. Привет тебе большое. Можно вопрос? Ты на армянском говоришь? Да, говорю, разговариваю, умею, практикую. Как-то так. Еще я хочу передать привет Даше Рейн. Даша, привет тебе большое. Спасибо, что ты меня смотришь. Спасибо, что комментируешь. Ты прям каждое видео комментируешь. Мне очень-очень приятно. Желаю тебе хорошего дня. Боже, мне до сих пор не верится, что столько классных, столько замечательных людей и мне пишут. И так приятно вообще. Спасибо вам огромное. Спасибо всем и каждому. Давайте еще один сырничек. Следующий вопрос. Алистау Алатау. Привет тебе большое. Спасибо, что смотришь. Вопрос один. Какая ваша любимая еда? Ну, я только что говорила. И второе. Как вы реагируете на коронавирус и любимый сериал? Как я реагирую на коронавирус? Ну, честно говоря, это очень страшно вообще, что происходит в мире. Но я считаю, нужно обезопасить себя. Каким образом? Прежде всего, это профилактика. Береженого Богу бережет. Что мы можем делать в этой ситуации? В первую очередь, почаще дезинфицировать руки. При выходе на улицу одевать маску и мазать нос оксалиновой мазью. Не находиться в местах большого скопления людей. Постараться избегать близких контактов. На время, мне кажется, лучше на время отказаться от наличных денег и переводить все безналом по карте. Я слышала, что очень часто и очень много заражаются именно через контакт с деньгами. Ну и стараться не впадать в общую панику. Дома все тщательно вымывать с хлоркой, с дезинфицирующими средствами. Я лично сейчас все доместосом обрабатываю. Все дверные ручки, полы. потом обязательно нужно проветривать помещение. Ну и стараться, естественно, беречь себя. Ну как-то так. Мой любимый сериал. Вы знаете, с возрастом я, наверное, перестала любить сериалы. И считаю это просто тратой времени. Раньше, да, я смотрела в детстве. Вообще мой любимый сериал в детстве был «Дикий ангел» с Натальей Аррайро. Еще я очень любила бразильские сериалы. Клон вот самый запоминающийся такой. Ну как-то с тех пор я перестала смотреть. А, еще я смотрела «Великолепный век», но я так и не смогла его досмотреть до конца. Первый раз, когда начинала досмотрела не помню то ли до 20 серии. Ну как-то мало. Потом я задалась целью прям конкретно посмотреть этот сериал от начала до конца. Смотрела каждый день. И вот когда поменяли актрису с Мирьем и Зерлина другую мне стало смотреть вообще неинтересно. Она как-то играла, но не очень. В общем я посмотрела последнюю серию, поняла, чем там все закончилось и все. А так в последнее время я не смотрю сериалы. Все, ребят, если честно, я очень наелась. Они такие сытные. Не могу больше. Я знаю, там еще много вопросов осталось. В следующих видео постепенно на все отвечу. Спасибо вам огромное за то, что были со мной, за то, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам хорошего дня. Я желаю вам отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Пожалуйста, постарайтесь не заболеть. Я вас всех люблю, целую. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.